Наш эфир продолжает информационно-аналитическая программа «Тема в деталях». В студии работает Наталья Залезкая. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о зависимости от социальных сетей. И в гостях у нас психолог Гродненской клинической больницы номер 3 города Гродно Павел Джулай. Здравствуйте! Здравствуйте! Павел, скажите, пожалуйста, чем же так привлекают социальные сети людей? Социальные сети, конечно, каждого человека привлекает что-то свое. Там очень много возможностей, очень много эмоциональных каких-то состояний. То есть когда кто-то идет за эмоциями, кто-то идет за общением большого количества, кому-то нужно чувствовать себя принадлежащим к какой-то группе, кто-то работает там, потому что, да, не будем сгущать краски, что там только плохое. Но есть много возможностей. Человек может там просто погружаться и это создавать целый мир, в котором он тот, кто он хочет, создавать какие-то свои образы, представлять эти образы другим людям. То есть это эмоционально очень такой заманчивый мир. Поэтому туда идут очень многие люди. То есть они там ищут дружбу или, наверное, любовь, возможность заработать. Что еще ищут они? Там признание, возможно, какое-то. Признание, восхищение, помощь иногда и еще. Ну вот мы видим какие-то же посты. Это поиск вообще целой жизни. То есть когда человек чего-то не находит в обычной жизни, в реальной жизни, он обращается в виртуальное пространство, где он создает, я еще раз повторяю, что создает целую реальность. То есть это может быть все. Вплоть до того, что начинают от того, чтобы там что-то покупать, работать там, получать эмоции, общаться, просматривать какие-то, следить за чужой какой-то жизнью. То есть это тоже иногда бывает, какое-то любопытство удовлетворяется. Поэтому иногда можно даже не представить, сколько всего там человек может почерпнуть. А вот почему мы тогда говорим о зависимости от социальных сетей? Когда она возникает, например, от алкоголя, от наркотиков, например, от никотина, тут механизм возникновения зависимости довольно понятен. А почему возникает зависимость от социальных сетей? Зависимость возникает в тех случаях, когда мы получаем на фоне какого-то неблагополучия, на фоне того, что нам чего-то хочется, нам хочется реализовать какие-то потребности в том же общении, чтобы быть кому-то нужным и важным. И вот если это не удовлетворяется, то, что будет это удовлетворять, начинает вызывать у нас положительные эмоции. А к положительным эмоциям мы будем тянуться. Ведь здесь момент в чем? Это тоже такая привлекательность, что это происходит быстро. Не нужно прилагать каких-то усилий. И вот это как раз и формирует зависимость, что нам не нужно прилагать усилия. Это достаточно доступно с любого телефона, с компьютера. Человек заходит и уже получает то, что ему нужно. У него может быть ряд проблем, но при этом, когда он туда попадает, он расслабляется. Ведь тоже не стоит отрицать, что когда человек погружается в виртуальное пространство, он отвлекается, переключается от того, что его беспокоит, от того, что его тревожит, от повседневности. А там все красочно, там все красиво, там можно чем-то поинтересоваться, можно быть незамеченным. То есть что-то поинтересоваться чем-то и быть незамеченным, что мы там были. И поэтому это вовлекает. Потому что в обычной жизни для того, чтобы встретиться с друзьями, нужно как минимум сесть на троллейбус или на машину и приехать. А здесь кликнуть пару раз, и уже мы видим друзей написать что-то. Иногда даже реализуются какие-то потребности. Вот то, что в социуме не реализовано. Например, человек внутренне чувствует агрессию, напряжение. Он не может просто напрямую это сделать, потому что это будет наказано. А там можно комментировать кого-то не очень положительно. Троллить. Да, конечно. И соответственно, и быть в этом плане безнаказанным. То есть много чего человек получает, то легко, доступно, просто. И поэтому эмоции, которые он получает, и нигде больше не может, это вызывает зависимость. То есть он не может от этого отказаться. Слишком легко все. То есть механизм таков. Там зависимость от каких-то веществ, а здесь зависимость от эмоций. А эмоции вызывают, например, тоже взрыв какого-то, наверное, эндорфинов и прочее. Это, получается, зависимость от того, что производят твои гормоны. Ну да. То есть получается, ведь ничего нового не придумал мозг. То есть либо мы избегаем боли, либо мы стремимся к удовольствию. А там удовольствий много. Притом беспрепятственных, легальных беспрепятственных удовольствий, когда можно там погрузиться туда на очень долго. Ну кто-то работает, кто-то сбрасывает агрессию, кто-то пытается найти друзей, кто-то живет совершенно другой жизнью, не той, которая у него есть в реальности. Давайте тогда обратимся к тем людям, которые действительно создают себе совершенно другую реальность в социальных сетях. Например, даже есть сейчас такой особый бизнес, это букет напрокат. Когда букет, допустим, сотни роз, на 15 минут дают напрокат сфотографироваться. И тогда уже там девушка, например, или парень, который вот вроде он такой замечательный, своей девушке несет букет цветов, охапку прямо. Дама, получившая вот эту охапку, они выкладывают фотографию в соцсеть и ждут лайков. Они фотографируются в дорогих платьях, в примерочные бутиков, выкладывают, а потом не покупают, потому что денег нет. Фотографируются рядом с чужими дорогими машинами. То есть фактически получается вот такая реальность, в которой не быть, а казаться гораздо важнее. И почему люди пытаются быть не теми, кто они есть на самом деле? Но, видите, в этом и ответ кроется, что казаться гораздо проще, гораздо интереснее. Тут можно что-то подкорректировать. А быть — это всегда сложнее. Это риски. Это нужно что-то выдерживать, напряжение какое-то. Это нужно стараться. Это нужно испытывать, может быть, какое-то даже разочарование, сталкиваться с трудностями. А казаться — это всегда лучше. Это быть на коне. Это быть героическим. То есть быть всегда оптимистичным, радостным. А здесь придется... Успешным. Да, успешным. Что, в общем-то, и получать уже поддержку. Ту поддержку, например, для того, чтобы в реальности получить такое количество, ну, будем говорить в этих терминах, лайков, нужно что-то сделать. Нужно награду какую-то получить. Нужно достижение какое-то, чтобы... А там для этого нужно удачный пост, красивую фотографию и уже много лайков. То есть создается иллюзия, что меня любят, меня ценят. То есть это скорее обращение тех людей, которым сложно это реализовывать. Много страха, много тревоги. И они туда обращаются. Опять же, потому что это проще. Ну, а не возникает ли потом у человека когнитивного диссонанса? У него вот здесь так все успешно, а в жизни так все так плохо. Это ведь сравнение может привести, ну, совершенно не туда, куда хотелось бы. Или эти люди просто не сравнивают реальность и вот ту реальность, параллельную, казалось бы. По-разному бывает. Я думаю, что кто-то все-таки критику включает, и это может осознаваться, и вызывать тревогу. То есть здесь момент в том, чтобы либо эту тревогу опять же глушить тем, чтобы погружаться в это пространство, да, и вот еще больше накручивать какие-то лайки и профили для того, чтобы и хвастаться этим. Либо человек начинает из этого выходить. То есть тот момент в том, что насколько он в состоянии, но здесь нужна и сила личности определенная, хотя эта сила личности, если была, возможно, не формировалась бы зависимость, возможно, у человека были бы какие-то альтернативы. То есть здесь, конечно, замкнутый круг может быть, что он ощущает, осознает всю эту бессмысленность. И поэтому ведь чем больше человек осознает бессмысленность, тем больше ему нужно этот масштаб показать. Красоту, еще чего-то. То есть это такой ком, который растает и льстит с горы. Ведь когда я чувствую себя сильным, мне не нужно об этом никому говорить. Когда я чувствую себя важным, мне не нужно об этом кому-то демонстрировать это. А если я хочу быть, но я хочу казаться, то мне нужно об этом кричать на всех переулках. Только я вот такой, да. Ясно. Ну, давайте тогда, когда мы заговорили о личностных качествах тех людей, которые так сильно зависимы от социальных сетей, может быть, попытаемся нарисовать тогда среднестатистический портрет человека, зависимого от нахождения в социальных сетях. Ну, среднестатический портрет, он все-таки, это попытка универсально как-то подойти к этому вопросу. Я бы сказал, что можно брать критерии. Например, что женщины чаще, девочки, и женщины чаще подвержены именно зависимости от социальных сетей, именно чем мужчины. Люди с низкой самооценкой, если можем такое говорить, они больше подвержены. То есть люди, не имеющие занятости какое-то своего личного дела, своего любимого дела, какое-то, они больше склонны. То есть это фактически люди, у которых есть на сегодняшний день, это может быть не общий портрет, который будет всегда отвечать этим требованиям. Это может быть некое временное состояние, когда человек проваливается в какое-то такое, ну, тревожности, есть проблемы, есть сложности, он не может их разрешить, и это как такой уход. Это может быть временно, но если говорить о больших тенденциях, то есть, скажем так, более серьезных вовлеченностей, Это, конечно, уже когда у человека есть проблемы с внутренними переживаниями, нет контакта со своими эмоциями, он не понимает себя. Он пытается как-то все это закрыть, заговорить, заболтать какими-то красивыми. То есть когда он прячется, и он сам перед собой не открывается. Поэтому образ, скорее, человека, которому страшно, которому тревожно, с самооценкой, с уверенностью, нет какого-то дела, нет своей жизни, которой он хотел бы заниматься. А есть то, что ему навеяла реклама, то, что ему показывают другие. И когда он воспринимает, ведь опять же, когда мы смотрим такие картинки, если у нас нет какого-то четкого ощущения, что есть какие-то мои достижения, что есть какая-то критика к этим картинкам, то у человека может возникать ощущение, почему у меня нет, зависть. Хотя он не критикует, что, возможно, это просто картинка, как вы говорите, 100 букет и 100 роз на прокат. А он впечатляет и говорит, я тоже так хочу. То есть это скорее о какой-то неуверенности и зависимости внутренней. Кто в группе риска? Это, скажем так, может быть, по половому признаку, мы уже сказали, что это чаще женщины, а по возрастному признаку, может быть, что это... Да, важный вопрос, потому что взрослая личность, то есть человек взрослый, чаще все-таки чем-то занят. Либо и мыслит критически. Да, но, к сожалению, не всегда. То есть не всегда это приходит именно с возрастом. Вопрос в другом в том, что у него могут уже появиться какие-то более стойкие ценности, то есть личность сформирована. Сформирована. У детей группа риска. Вот все-таки там это особенно группа риска. Дети и подростки. Психика пластична. Еще многие процессы не сформированы. Психика еще не такая стабильная, и она не может отфильтровывать. Критичности нет. Есть много такой категоричности, когда хочется наибольше показать. То есть как раз-то вот там группа риска, потому что они больше впечатляют с этими показательными выступлениями других людей. То есть им хочется, они еще не понимают, нет опыта, который бы мог сравнить, что не может такого быть. Что не все легко достается, что все можно красиво рассказать, но не все так красиво делается. Ну ведь сейчас практически все, хоть кто-то, хоть в какой-то социальной сети зарегистрированы. Их огромное количество. По каким признакам можно понять, что человек зависим от нахождения в социальной сети? Что должно насторожить, например, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек, друзей, близких? Вот какие именно, скажем так, признаки, по которым можно определить, что человек зависим? Когда мы говорим о зависимости или, как уже упоминалось, о патологическом пристрастии, то это заметить несложно. Человеку сложно оттуда вырваться. Он постоянно там сидит за столом в телефоне, сидит в автобусе в телефоне. То есть когда, ну если или в компьютере, то есть он постоянно там. То есть практически все происходит, он даже обувается и одной рукой щелкает что-то в телефоне. То есть когда там времени слишком много происходит. Еще один момент, который стоит уже, как-то настораживает, это тоже можно говорить о зависимости отрыв, когда его пытаются оторвать, вызывает раздражение. И наоборот, когда вот появилась возможность, скажем так, прильнуть к социальной сети, то есть тут же возникает такое возбуждение, подъем эмоциональный, настроение улучшается. Вот это, конечно, не очень хороший признак. Когда резко меняется настроение из зависимости от нахождения рядом или не рядом с социальной сетью или с интернетом, с возможностью выйти в интернет. Скажите, а вообще сложно происходит избавление от зависимости от этого? В этом случае все зависит, конечно, от желания человека. Зачем им это нужно? С детьми, конечно, там сложнее, потому что там происходят определенные физиологические изменения. Как предупредить? Ведь зависимость, как и любую другую болезнь, проще предупредить, чем потом бороться с ее последствиями. Как предупредить все это? Да, безусловно, конечно, предупредить гораздо проще. Я понимаю, что рекомендации запоминаются очень сложно, когда их много. Вот просто запомните три В. Нужно ориентироваться на время, то есть сколько вы проводите, когда вы заходите, какое-то количество. То есть иногда нужно бы даже посмотреть, провести дневник или организовать такое именно отслеживание. Или попросить другого человека, чтобы вам сказали, сколько вы там проводите. Второй пункт – это важность. То есть какие-то целевые моменты. Зачем вы туда заходите? Что вы ищете? Потому что всегда проблема, когда человек не понимает. Вначале он заходит, именно открывает в социальную сеть страницу, а потом он понимает, зачем он туда зашел. Скорее он реагирует на какие-то сигналы. Вот там отвлекся, там переключился, там почитал тот пост. В этой ситуации как раз-то здесь может возникнуть проблема. Когда человек понимает, что я захожу для того, чтобы увидеть кого-то, посмотреть что-то, прочесть что-то. Очень конкретно. То есть цель должна быть до этого. То есть важность. Зачем вы туда? И третье В – это возраст. Как раз-то я считаю, что многим детям, да и вообще детям нужно общаться вживую, научиться общаться вживую. Взрослые уже умеют общаться вживую. И когда они могут как-то заменять еще это общение, не заменять, а добавлять именно в социальную сеть. Если ребенок еще не научился общаться без социальной сети, то есть вживую, в реальном мире, то каким образом он там будет общаться? Это как такая коверканная часть жизни. То есть когда ребенок не учится общаться нормально, а он как получается. А там же можно есть соблазн уйти от реального образа, кто я, какой я. Там не нужны таланты, там не нужны какие-то способности. Там есть, просто погружается и, соответственно, там себя чувствует хорошо. И он может не выйти просто в обычное общение. Ясно. Спасибо огромное за участие в программе. К сожалению, наше время истекло. Напоминаю, это была программа «Тема в деталях». Сегодня мы говорили о зависимости от социальных сетей. Смотрите нас на телеканале «Беларусь4», а также на сайте tvgrodo.by. В студии работала Антария Залеская. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин